Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главное за неделю, коротко о некоторых темах. За повышенную нагрузку и дополнительные риски губернатор Дмитрий Азаров назначил региональные выплаты сотрудникам скорой помощи. 127 претендентов из 28 стран. В Самарской области стартовал конкурс по выбору архитекторов, которые будут развивать территорию стадиона «Самара-Арена». 102 года секретных операций для защиты региона. Самарское управление ФСБ отмечает годовщину со дня образования. Федеральные выплаты самарским медикам будут начислять максимально прозрачно. Для этого в регионе создана рабочая группа, куда вошли все заинтересованные стороны. Ее первое заседание провел губернатор Дмитрий Азаров, подчеркнувший заинтересованность областных властей в том, чтобы ни один медработник не был обижен. Напомним, дополнительные выплаты сотрудникам здравоохранения из-за эпидемии коронавируса назначены указом президента страны. В дополнение к ним в Самарской области также назначены единовременные финансовые поощрения. Честный и открытый диалог – главный залог того, что в ситуации с федеральными выплатами не возникнет недоразумений. На первое заседание рабочей группы собираются все заинтересованные лица. Прежде всего врачи, фельдшеры, водители, представители областного профсоюза медработников. Каждый сотрудник скорой помощи сегодня выходит в зону особого риска. И потому напряжение значительное, в первую очередь психологическое, отмечает губернатор Дмитрий Азаров. И региональные власти заинтересованы, чтобы начисление выплат было максимально прозрачным. У нас нет ни малейшего желания, что-то там, прикрыв ладошкой, не выплатить медработников. Но это в принципе бессмысленно. Я вот не очень понимаю, когда начали в некоторых регионах высчитывать эти минуты и часы, для чего все это. Мы наоборот ищем варианты максимально, да, эти выплаты осуществить на территории нашего региона. Максимально. В этом наша задача. Любую возможность мы для этого ищем. На встрече сотрудники скорой рассказывают, как обстоят дела в медучреждениях. Так, представители Тольятти и Сызрани отмечают, что верность федеральных выплат вопросов у них не вызывает. Все, кто контактировал с больными, ковид-19 их получили. Нагрузки возросли из-за того, что приходилось госпитализировать в самарские медорганизации, в связанские медорганизации. Но, тем не менее, коллектив относится к этим нагрузкам и к этой работе с пониманием. В Самаре объем работы больше, потому и у медиков остаются вопросы. На неизвестный случай без защиты. То есть, когда мы знаем, что там, возможно, будет пневмония, возможно, там будет ОРВИ, когда мы одеты, наоборот, риск меньше становится. А вот когда бригада незащищенная выезжает, это, наоборот, самый большой риск. Учитывая то, что медики сейчас на передовой в борьбе с эпидемией, губернатор принял решение о предоставлении единовременной выплаты всем сотрудникам скорой, вне зависимости от того, контактировали ли они с зараженной ими новой инфекцией или нет. Так, врачи получат по 20 тысяч рублей, средний медперсонал по 10, младший персонал и водителей по 5. Кроме того, по решению главы региона, единовременную выплату получат и сотрудники первичного звена. Врачи 15 тысяч, средний медперсонал 7,5, младший 5. Что же касается федеральных выплат, то чтобы ни у кого не было сомнений в корректности их начислений, у членов рабочей группы будет возможность это проверить. Мы все заинтересованы для того, чтобы каждый медработник, имеющий на это право, получил эти федеральные выплаты. Поэтому предоставим возможность, определитесь, кто это, и всю по цепочке проверку проведите. И моя в этом заинтересованность, и ваша. Давайте вместе это проверим. Спасибо, Дмитрий Игоревич, что вышел с нами на связь. Мы надеемся, что рабочая группа позволит нам дальше работать в этом плане решения, принимать и дальше, потому что вопросов очень много. И региональные, и федеральные выплаты, они очень важны, они очень важны людям. По большому счету, совещание прошло конструктивно. Какие-то ответы были получены, какие-то будет продолжена работа. И все-таки, я думаю, в итоге мы придем к какому-то общему знаменателю. Дмитрий Азаров поручил в Рио министра здравоохранения еще раз проверить информацию по каждому спорному случаю, чтобы развеять сомнения. Кроме того, некоторые предложения, прозвучавшие на встрече, будут отправлены после доработки в адрес федерального правительства. Инга Пеннер, События. Четверку финалистов определили эксперты. Во вторник состояло заседание жюри открытого международного конкурса на разработку мастер-плана территории, прилегающей к стадиону Самара-Арена. Были рассмотрены заявки от компаний, которые обустраивали лучшие мировые площадки. Теперь победители должны представить проекты застройки, из которых будет выбран лучший. Олег Зверев следил за ходом голосования. Они разрабатывали проекты дворцов, аэропортов и целых кварталов городов по всему миру. А сегодня представили свои концепции мастер-плана территории, прилегающей к стадиону Самара-Арена. 127 компаний из 28 стран мира изъявили желание участвовать в конкурсе. 76 из них направили свои заявки в оргкомитет. Все они были тщательно изучены, и вот первые заседания жюри. Проводятся открыто в формате видеоконференции. Трансляция организована в Ютюбе. На выходе мы получим качественный, современный, профессиональный проект, который сможем реализовать в установленные сроки. Не сомневаюсь в том, что опыт работы над итоговой концепцией будет востребован также в интересах развития, реинновации других территорий региона. Мы понимаем, что не все проекты мы на этой территории сможем реализовать, но вполне возможно отдельные элементы, идеи можно будет использовать при развитии других площадок. Для рассмотрения были выбраны 27 заявок. Из них предстояло выбрать только три. Это те компании, которые имеют большой опыт и безупречную деловую репутацию. От того, какой проект будет выбран, зависит будущее площадки, которое может стать одной из самых привлекательных в стране. Два года назад на Самара-арене отгремели матчи чемпионата мира по футболу. С тех пор мало кто приезжает туда. В неигровые дни там просто нечего делать. А желающие побывать в историческом месте есть во всем мире. Болельщики из разных стран – Бразилии, Австралии, Дании и Сенегала – говорили, что непременно снова посетят Самару. Нужно только создать условия, чтобы на площадке возле стадиона было многолюдно всегда. Об этом говорили и сегодня на заседании жюри. Много интересных заявок. Я специально сегодня выслушивала всех профессионалов, которые оценивали участников этого конкурса. И рада тому, что мои мысли совпадали с мнениями профессионалов. Я считаю, что эта территория должна быть многофункциональной. Я считаю, что эта территория не должна жить от матча к матчу, а должна быть наполнена жизнью постоянно, круглогодично и, возможно, круглосуточно. Участников голосования впечатлил состав претендентов. Компании обустраивали исторические центры городов и даже парк «Королева Елизавета II». А потому решено в финал допустить не три компании, а больше, чтобы усилить конкуренцию и выбрать лучшего. Мы посоветовались в правительстве и было такое же мнение у мэра города, члена жюри Лапушкиной. Предложить жюри установить еще одно место, так называемый сектор приз, четвертое место, с тем, чтобы наиболее полно реализовать тот потенциал, который мы сейчас увидели в этом итоговом обсуждении. Очень равные команды и неудивительно, что в результате обсуждения появилась инициатива о расширении количества участников второго тура. Почему? Потому что выбрать крайне тяжело из того изобилия прекрасных, интересных градостроительно-эмиссионных, дизайнерских решений, которые предложены претендентами на выход во второй тур. Какая из компаний будет в итоге обустраивать территорию вокруг Самара-Арены, станет известно в сентябре. Компании должны будут разработать проекты, из которых жюри выберет лучший. Олег Зверев, Константин Головин. События. А вот на пятой просеке проект уже есть, теперь его реализовывают. Здесь приступили к строительству новой школы из двух современных корпусов. Начнут строительные работы с возведения здания для начальной школы. В нем разместят 600 малышей. Сейчас же почти готов котлован. Чтобы убедиться, что все идет по графику, на место приехала глава города Елена Лапушкина. Вместе с ней на стройку отправилась наша съемочная группа. На месте бывшей турбазы «Экономисты» еще вчера корчевали пни, а сегодня развернулась строительная площадка. Здесь уже почти готов котлован под фундамент первого корпуса, в котором разместится начальная школа для 600 малышей. Здание должно быть сдано уже в этом году. И еще одна школа на 1200 мест появится на мехзаводе. Огромный корпус уже готов. Сейчас там приступили ко внутренней отделке. Новый абсолютно проект. И он будет, мне кажется, очень интересный. Там большие спортивные залы, там очень красивый и большой концертный зал. Даже не могу его назвать актом, потому что он очень большой. Он будет насыщен такими серьезными спортоядрами. Это можно будет заниматься и футболом, можно будет заниматься другими видами спорта. С 1 июня здесь стартует благоустройство. Оно пройдет в несколько этапов. Начнут со спортивной зоны. Начальник участка Виктор Тетерин в профессии уже больше 30 лет. За эти годы строил дома, офисы, детские сады и школы. Рассказывает, сейчас работа идет полным ходом. Заливают пол, штукатурят стены, фасад приводят в порядок. В целом сложности объект не вызывает, говорит строитель. Напротив, поработать здесь интересно. Для вас, наверное, как семечки уже такие площадки? Ну, есть семечки сырые, есть жареные. А здесь какие? Вкусные. Сейчас на строительной площадке школы на мехзаводе работают два подрядчика. Один производит внутреннюю отделку, другой отвечает за благоустройство прилегающей территории. Важно контролировать их взаимодействие, подчеркивают городские власти. Пока это удается. Строительство идет по графику. Отставаний нет. Сергей Кизоркин, Мария Левина, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Одни здания строят, а другие сохраняют. Дом на Самарской 192 не признали аварийным, а значит, его жильцам больше не о чем беспокоиться. В четверг в администрации Ленинского района прошло заседание межведомственной комиссии, представители которой поставили окончательную точку в этом вопросе. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Дом на Самарской 192 построили в 1903 году, но, несмотря на это, он по-прежнему пригоден для жилья и является украшением Ленинского района Самары. Заявление на признание дома аварийным поступило от одного из собственников квартир. В одночасье жильцы забили тревогу, но их опасения не подтвердились. Жители встречались и управляющий микрорайон, и депутат округа, и лично я встречалась с жителями, где все объясняли, предоставили техническое заключение, результаты технического заключения, выводы, которые там прописаны. Поэтому совершенно непонятно, вот те слухи негативные, которые возникли на фоне этой ситуации. Такое впечатление, что действительно за этим скрываются чьи-то интересы, и жители специально негативно настраивали, выплеснули все это в публичную плоскость, совершенно без оснований. По решению межведомственной комиссии, на которой присутствовали все жильцы, вопрос о признании дома аварийным закрыли окончательно. Я думаю, должен воздействовать здравый смысл, и комиссия должна принять решение, на мой взгляд, это по пункту 2, это не признавать дом аварийным, но ходатайствовать о проведении капитального ремонта в этом доме. Могу сказать, из-за технической обследования, могу сказать, что об аварийности речи не идет, то есть оно подлежит капитальному ремонту, это здание, возможно там провести капитальный ремонт и жить прекрасно дальше. Местные жители остались довольны решением комиссии. Решением сегодняшней комиссии я абсолютно удовлетворен, так как я полгода назад приобрел в данном доме квартиру, непосредственно я долго выбирал, смотрел, квартира была взята в ипотеку. Нам очень повезло, что мы все жильцы сплотились еще больше. У нас очень дружный дом и так, в принципе, но мы сплотились еще больше и одной силой пошли на защиту нашего дома. Я очень рада, что это оказалось действенным. Решение, которое приняли члены комиссии, позволит сохранить жилой дом в надлежащем состоянии, а жильцы и собственники квартир будут чувствовать себя в безопасности. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Самарское управление ФСБ отмечает 102-ю годовщину со дня образования. Указ о создании губернской чрезвычайной комиссии был подписан 23 мая 1918 года. За это время менялись и названия ведомства, и угрозы, с которыми боролись сотрудники, рискуя собственной жизнью, при этом все время оставаясь в тени. Славные страницы истории Самарской службы безопасности изучила наша съемочная группа. Май для Самарской службы безопасности месяц особый. 23 числа этого месяца, в 1918 году, был подписан указ о создании губернской чрезвычайной комиссии. И сразу была проведена первая крупная операция Самарской спецслужбы, которая вошла в историю. Обнаружили подпольный склад с оружием в болтаре церкви Иверского женского монастыря. Главным действующим лицом операции стала молодая сотрудница ВЧК Екатерина Бочкарева, направленная в церковь под видом монашки. Девушка выявила подозрительных лиц, которые были задержаны. Схрон нашли вовремя. Еще немного, и оружие было бы отправлено в другое место. Расследование этого дела легло в основу романа Эдуарда Кондратова и Владимира Сокольникова «Тревожные ночи в Самаре» и одноименного фильма, а также было запечатлено на картине. Здесь не просто какие-то вот отвлеченные люди, а это конкретные сотрудники местного ЧК. Это вот Петр Алексин, Екатерина Бочкарева и Александр Филиппович Силин, начальник транспорта ЧК. Они проводили это мероприятие. И хотя официальная региональная служба безопасности свою историю ведет с 1918 года, первую успешную наружную слежку отдел тайной полиции в Самаре провел еще до Первой мировой войны. Сотрудники шпионили за австрийскими разведчиками, которые прибыли в город под видом военных атташе. Была установлена слежка, по результатам которой была составлена сводка, которая имеется вот здесь, на этой сцене. Вот расписано, что они делали, куда ходили и чем занимались. Трудятся сотрудники Самарской службы безопасности не только на благо области. Известны случаи, когда волжские оперативники обеспечивали и безопасность страны. А самое громкое дело внешней контрразведки связано с членами кембриджской пятерки. Двух британских подданных, которые шпионили для Советского Союза и были рассекречены, смогли успешно укрывать в Куйбышеве. Никто не додумался бы его искать в таком городишке. Искали, естественно, в Москве, Петербурге, может даже в Ростове, вот в таких крупных городах. А здесь и нет. Ну и после войны тут Куйбышев уже перешел на военные рельсы и в скором времени стал закрытым городом. Все эти славные страницы истории Самарской контрразведки отражены в документах, которые хранятся в музейной комнате, а также в книге с одноименным названием. Написал ее Николай Клиентов, воплотив идею Сергея Хумарьяна, еще одного легендарного ветерана Самарского управления ФСБ. Сам Николай начал служить в органах безопасности еще в 70-х. За это время принял участие в нескольких громких спецоперациях. Операции взрывники – это когда подорвали бюст Устинова на Самарской площади. Ну, преступники, которые совершали это в результате действий подразделения контрразведки, ну и наш отдел ходил как раз в эту сферу, ну, полностью нашли преступника, которые получили свои сроки. А 103-й год Самарское управление ФСБ начинает с новой страницы в своей истории. Теперь привычные задачи по борьбе с терроризмом и преступностью, искоренению коррупции и охране государственных границ сотрудники будут выполнять под руководством Андрея Акулинина. Генерал-майор, чей опыт службы в органах безопасности более 30 лет, уже приступил к своим обязанностям, чтобы внести свой вклад в обеспечение государственной безопасности Российской Федерации на Самарской земле. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События. Освободить Самарские реки от браконьеров. Общественники и сотрудники Росрыболовства вышли на рейд по Волге, чтобы выловить из акватории реки незаконные сети. Вместе с ними работала и наша съемочная группа. Самарские рыбаки пытаются скрыть незаконное орудие лова от посторонних глаз. Для этого они идут на разного рода хитрости. Например, подтапливают сети и оставляют их на несколько дней под водой без опознавательных знаков. Такие ловушки наносят огромный ущерб обитателям водоемов. Попадая в западню, обездвиженная рыба попросту гибнет уже через несколько часов. Ежегодно с браконьерами борются представители Росрыболовства и общественники. Они выходят в совместные рейды на моторных лодках. Мы, как правило, проверяем состояние наших рек. Река Самара, река Волга, стрелка реки Самары. И, соответственно, мы в обязательном порядке смотрим, не установлены ли орудия браконьерского лова. Чтобы найти браконьерские сети, инспекторы используют специальное снаряжение. Они погружают в водометаллические крюки, закрепленные на трос. Таким образом, на поверхность можно легко достать незаконные снасти. По словам сотрудников Росрыболовства, за последнее время число нарушителей в Самаре резко сократилось. Законы ужесточили, и люди попросту боятся рисковать свободой и кошельком. У нас предусмотрена административная ответственность по статье 8.37 части 2 административного кодекса Российской Федерации. И если у нас ущерб является крупным, то у нас предусмотрена уголовная ответственность по статье 256 уголовного кодекса. Спустя несколько часов участники рейда все-таки нашли браконьерскую сеть. Рыбаки спрятали ловушку в укромном месте. Вот такой сегодня у нас улов. И в эту сетку легко могло запутаться несколько десятков килограмм рыбы нашей Волжской родной рыбки. В этом году представители общественности и сотрудники надзорных ведомств проведут еще несколько совместных рейдов. Работа по поимке браконьеров в Самарской области продолжается. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Волга, леса и поля. В местах вдали от больших городов можно уберечь себя от коронавируса. Деревенская жизнь на самоизоляции совсем не похожа на городскую. Несмотря на то, что люди не пренебрегают средствами индивидуальной защиты, им приходится заниматься тяжелым физическим трудом ежедневно. Анатолий Головко отправился в небольшую деревушку у Качкиновка и узнал, как местные жители спасаются от коронавируса. Ай, 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 ай. И сюда. Запах свежескошенной травы, просторные зеленые поля, чистые реки и свежий воздух. Для жителей каменных джунглей во время пандемии – это скорее предмет мечтаний. Для фермеров – повседневная реальность. Пенсионер Зайнула Бакаев занимается сельским хозяйством практически с пеленок. Сейчас у него своя небольшая ферма, где работают его жена, сыновья и внуки. Мужчина разводит бычков, лошадей, свиней, баранов и птиц. Одним словом, отдается любимому делу на все 100%. Его сыновья выращивают траву на сено и подсолнечник в полях. Выращивают скотину. Зайнула признается, за год ему удается производить до 10 тонн мяса. Но основной источник дохода все-таки дает земля. Сейчас вот единственное у нас в христианском хозяйстве – это высокоретабельный подсолнечник. Вот она отдает какой-то доход. Вот у меня 500 гектаров земли. Работаем на этих полях, корма сами закодавляем. Жизнь деревни совсем не похожа на городскую. Люди здесь привыкли к тяжелому физическому труду. Они встают с восходом солнца и работают до позднего вечера. Утро в деревне начинается очень рано, ведь уже в 5 часов фермерам нужно накормить бычков, свиней и домашнюю птицу. А после этого они отправляются в поле. Недавно к Зайнуле приехали внуки. Они перебрались в деревню к дедушке из-за пандемии коронавируса. Старшая Делиара решила пойти по стопам родственников и поступила в аграрный университет. Сейчас девушка занимается домашним обучением. Одним словом, постигает науку не только в теории, но и на практике. Нам присылают задания в электронном виде, также в электронном виде мы их отправляем. У нас есть своя система оценок, по которым потом позже будут выставлять нам зачеты и уже в следующем будет сессия. В семье Бакаевых все профилактические меры соблюдают и пользуются средствами индивидуальной защиты. Бакаевы уверены, если ты твердо стоишь на земле, то есть живешь и работаешь на природе, никакой вирус не страшен. Ну так оно не страшно, заболеем маленькое, там полын растет, пятым приемом и пошел дальше. Работа на земле дает силы и вдохновляет на творчество. Это самодельные баги, которые собрал мой папа и мой брат. Собирали они его зимой, очень довольно-таки продолжительное время. Сначала он, конечно, был с двумя педалями, то есть там был просто моторчик, а сейчас они сделали его на газу. Здесь пять скоростей, все это переключается, ездит прекрасно. Когда отец работает в поле, девушка сама садится за руль и отвозит ему обед. Пандемия не нарушила привычный ритм жизни семьи Бакаевых. Человек, который работает в Самарском крае, способен побороть любой вирус. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Карантинные меры по всему миру ослабевают, в том числе и в Испании, многие жители которой пострадали от коронавируса. Сейчас там введена нулевая фаза выхода из карантина. Выходец из Самары Александр Каретный специально для нашего телеканала рассказал, что это значит и как будут развиваться события дальше. Всем привет. Прошло ровно два месяца, как Испания сидит на жестком карантине. И вот наконец-то потихоньку стали переходить к фазе ноль. Где-то неделю назад перешли на фазу ноль, когда уже можно выходить вечером заниматься спортом два часа и два часа утром. А днем могут гулять дети, а в перерывах между спортсменами и детьми утром и вечером на два часа могут выходить люди старшего возраста, старше шестидесяти пяти лет. Ну а днем уже можно гулять детям почти без всяких ограничений, только недалеко от дома и не общаться друг с другом. Ну понятно, что некоторые носят маски. Вот ребенок едет в маске, например, на самокате, а некоторые ходят без масок. Так вот, мужики гуляют с собаками на расстоянии двух метров друг от друга и общаются без всяких масок, но при этом стараются не приближаться друг к другу. В фазе один уже откроются рестораны, правда не на полную мощность, а только на 30% и только на уличных веранных можно будет сидеть. Можно будет ездить в гости и собираться всем вместе, и это, пожалуй, самое главное, чего все больше всего ждут. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok